МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У вас работают телефоны прямого эфира. Звоните и задавайте свои вопросы по телефону 511-99-66, а также 8-800-532-55. А также принимайте свое участие в голосовании в нашей группе ВКонтакте, медиаканал Эфир24. Ну а я вас познакомлю с гостем в нашей студии. Сегодня им стал постоянный гость нашей программы Юрий Прокопьевич Халаев. Здравствуйте, Юрий Прокопьевич. Почетный член общественной палаты Республики Татарстана и советник ректора КФУ. Здравствуйте еще раз. И этот форум стартовал. Статус делегации, которая отправилась от России, не так велика, как прежде. Но, тем не менее, Рустам Нургайлович планирует пробыть до субботы, насколько нам известно. Мы продолжаем искать партнеров на Западе? Ну, я думаю, да. Конечно, с моей точки зрения, не совсем правильное решение, что мы понизили статус российской делегации. Возглавляет ее вице-премьер, курьирующий развитие Дальнего Востока. Опережающее развитие это преподносится как мотив, почему именно Трутнев возглавил. Но, с другой стороны, в этом есть определенный плюс. Те главы регионов, которые обошли в состав российской делегации, и, в первую очередь, конечно, президент Татарстан Мениханов, они получат больше внимания, они получат больше возможностей высказаться, выделиться, если угодно. И я думаю, что Руслан Многоречет постарается этими возможностями воспользоваться. Тут есть, конечно, еще один нюанс к этому форуму в Давосе. Время от времени отношения меняются. Иногда складывается впечатление, что это решающе, что топовые инвесторы, люди, которые принимают решения в глобальном масштабе, собираются. Иногда начинают преобладать пессимистические нотки. Но это, по-видимому, в зависимости от того, для какой страны закончился предыдущий форум. Если удалось привлечь каких-то инвесторов, значит, это очень мощный форум. Если дела пошли не очень хорошо, значит, ну да, ну что, подумаешь, Давос. Чтобы покончить с темой Татарстана, если будут какие-то вопросы, давайте мы их обсудим. Но вот я по себе подумал, что вот ситуация, в которой открывается, открылся этот Давосский форум, и состав делегации, и факт участия Татарстанской делегации во главе с главой республики, он, на мой взгляд, неизбежно, рано или поздно, на панельной дискуссии, на каких-то тематических дискуссиях во время общения с прессой поставит вопрос о некой... Нужно будет продемонстрировать некую самостоятельность политики Татарстана. И это очень деликатная, щекотливая тема. Я нисколько не сомневаюсь, что так или иначе с подачи журналистов, или с подачи каких-то там партнеров, как это у нас принято называть сейчас зарубежных, наших контрагентов, возникнет, например, вопрос о взаимоотношениях, о возможностях Татарстана проводить самостоятельную политику через призму конфликта с Турцией. И вот здесь от нашей делегации, прежде всего, конечно, от руководителя, с моей точки зрения, понадобится некоторое еще и дипломатическое мастерство, если не сказать, виртуозность. То есть обойти вот эти вот вещи. Ну, пока основная тема на форуме, это все-таки обсуждение мигрантов. Нас больше, наверное, интересует цена на нефть, тем более, что она упала ниже 28 долларов за баррель, а событие последних часов – это рост доллара до 80 рублей. Вот это отрицательная динамика. Нам бы хотелось услышать ваше мнение, как эксперта, основные причины, почему продолжается такое снижение и рост доллара. Понятно. Ну, по поводу цен на нефть – это уже что-то вроде такой всеобщей мантры. Более-менее уважающие себя эксперты категорически отказываются прогнозировать. И, в общем, правильно делают, потому что… Мы сейчас говорим о прогнозах, а о причинах. Потому что никто… Да, я как раз хочу объяснить причину, почему не берутся. Потому что никто не может с большей или меньшей долей уверенности сообщить, а какая доля в цене на нефть отходит на счет политической составляющей. То есть, я так, например, думаю, что цена на нефть – это в значительной степени так называемая политическая цена. В том числе и потому, что производители нефти, крупнейшие во всех государствах, производителях, они под контролем государств. То есть, это своеобразный инструмент политики? Конечно, конечно. Вне всякого сомнения тут что… И, конечно, можно долго говорить о том, что саудиды выдавливают, пытаются демпинговать, не снижают объемы, чтобы погасить сланцевую революцию в США. Но точно так же можно сказать, что саудиды вместе с США пытаются погасить экономику России. Правда ведь, да? Тут прозвучали недавно высказывания, что нам зачем мы идем на рекорды добычи в России, нам взять надо и сократить добычу. Но это значит потерять свою долю на рынке, во-первых. А во-вторых, это же не кран закрыть на кухне или в ванной, раз, и сократил добычу. Достаточно трудоемкий и, кстати сказать, очень затратный процесс. Остановка каких-то вот части, там скважин на месторождении, все не так весело, как представляется, не так легко. Как долго, естественно, да, всех нас с вами интересуют. Да, интересует всех вопрос времени. Как долго это все будет продолжаться. В этой студии как-то я уже, по-моему, некоторое время назад, там пару месяцев, может быть, поделился такой инсайдерской информацией, оговорка по фрейду, инсайдерской, что, ну вот, есть эксперты, которые работают внутри, в самой этой отрасли, в нефтяной, которые, например, ждут первого всплеска где-то в феврале, цен на нефть, а следующего во второй половине 2016 года. И при этом они, вот, когда разговариваешь, они это делают из этого черного ящика. Они, вот, мне, например, не рассказывают, мой собеседник, мне не рассказывает, а на чем он базирует свои прогнозы. Он говорит, ну, это наши корпоративные дела. Ну, вот, давайте, вот, посмотрим. Вот, посмотрим, ты мне проиграешь там. То есть в феврале прогнозируется рост? Да, да. Рост цены? Ну, можно это назвать отскоком от сегодняшних цен, довольно прилично. Можно назвать ростом. Я думаю, что сначала будет отскок, потом мы опять присядем, и уже, вот, Алла Берсайль, дай бог, со второй половины 2016 года, некоторый рост цен будет. И он будет продиктован не изменением баланса производства потребления, да, или производства и потребностей мировой экономики. А он может быть продиктован, например, тем, что вдруг Россия и США поймут, что надо делать новую перезагрузку. Госпожа Клинтон уже на это намекнула, что мы что-то там сотворим с минскими соглашениями и уйдет вообще на десятый, уже не на второй, а на десятый план, там, конфликт на востоке Украины. Мы договоримся, что башарасан. То есть я хочу сказать, что вот, возвращаясь к теме, что это политическая составляющая, огромная в этой цене на них. Если мы вдруг договоримся с нашим главным контрагентом, я имею в виду США, то вот они могут чудесным образом цены взять и подрасти. И даже не надо будет американцам терять лицо и там уйти на отмену санкций. Сам рост цен немножечко нам позволит передохнуть в нашей экономике. Итак, у нас есть первый дозвонившийся. Давайте послушаем вопрос телезрителя. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Валерий Александрович вас беспокоит. Юрий Прокотович, вопрос к вам. Помните, в советские времена бензин стоил 7 копеек, литр причем. Сейчас бензин стоит 30, 32, 35 рублей. Ну, а нефть-то у нас, стоимость нефти упала. И помните, и вы помните также, Юрий Прокотович, что бензин у нас стоил по этим ценам нефти 10-12 рублей. Помните такие цены? Да, конечно. Буквально были, мы в России уже жили. Конечно. Были такие цены. Почему бы не вернуться вот сейчас к тем ценам, которые, ну, соответствовали бы, вот, ну, тем временам, которые должны стоить 10-11 рублей. Я понимаю, там переработка, все, но, к счастью, у нас есть тоже свой завод переработки. И вот хотелось бы вернуться вот это, пожалуйста, скажите мне. Да, спасибо большое вам, спасибо большое за вопрос нашему постоянному телезрителю. Вы знаете, действительно, вот эта взаимосвязь нефти-бензин, она у вас очень странная. Я сам, как автомобилист, с удовольствием бы вернул цены к уровню даже не 10-11, а 7 рублей, там, скажем, за литр 95-го. Но два фактора. Есть фактор объективный, насколько его можно назвать объективным. Второй вопрос, что по сравнению с теми временами, о которых вот сейчас телезритель упомянул, структура экономики, вернее, структура доходов экономики России существенно изменилась. Если в советские времена, вопреки распространенному мнению, нефть формировала процентов около 30 примерно доходов, да, консолидированного бюджета страны, тогда Советского Союза. И даже в первой половине 90-х доходы от нефти и газа создавали менее 50 или около 50% дохода бюджета, то сейчас это зашкаливает за 70%. То есть мы не то, что мы слезали, мы аккуратно залезали на эту нефтяную иглу, и когда бюджет настолько, более чем на 70% зависит от продажи нефти, от продажи причем на эти самые доллары США, потому что почти 100% сделок проходит по нефти в мире именно в долларах, термин нефтедоллар не случайен. Вот когда такая структурная диспропорция возникает, конечно, рассчитывать на то, что бензин будет стоить 7 или 10, 11 рублей, не приходится, потому что мы вынуждены продавать нефть на вырученные нефтедоллары, приобретать огромное количество по номенклатуре продукции, товаров, оборудования, машин, ну и пищевых товаров, естественно. И вот эта цена перекладывается в результате. Нет, ну а все-таки вопрос телезрителя, у нас получается нефть дешевеет, но бензин всегда продолжает расти, то есть, а сколько цены бензина не происходит? Нет корреляции? Я понимаю, значит, нефть дешевеет в мире, но для нас это что означает? Что если раньше мы за тонну получали, грубо говоря, там в рублях 4 тысячи, то сейчас мы за, даже не за тонну, за баррель, то сейчас мы за тот же баррель получаем в бюджет в рублях менее 2 тысяч 800 рублей. А расходы-то бюджета никуда не делись, да, и расходы компании никуда не делись. Они абсолютно, на самом деле, корреляции-то не происходят. Она происходит в США, где вот уже в некоторых штатах сейчас литр бензина менее дешевле 10 центов стоит, потому что там многосоставная экономика и лидирующую роль занимают экономические структуры 4-го, 5-го так называемых технологических переделов, IT-компании, любые высокотехнологичные компании. Поэтому, если у них падает цена на нефть, соответственно, производители легко могут снизить цену на бензин, не особенно рискуя потерять какие-то там свои доходы или уменьшить маржу. Мы, перекачивая через нефтяной экспорт средства из одной отрасли в другую, оставляем наших дорогих автомобилистов, вообще транспортников, не только ведь участников, транспортную автомобильную отрасль на таком жестком достаточно пайке. Ну, говоря об экономических формах, влияющих на цену на нефть, сейчас многие эксперты говорят про иранскую нефть, потому что, напомним телезрителям, что в субботу сняли срана санкции, теперь они наращивают активно свои обороты, и увеличилось предложение, которое, возможно, превысило спрос. Я понимаю, насколько я информировал, то, что удается смотреть, читать, где-то там специализированные обзоры, общие источники. Во-первых, надо понимать, что трейдеры, если мы говорим о сделках биржевых или вне биржевых, о опционах, о форвардных сделках на нефть, надо понимать, что о том, что Иран будет свободен от санкций, об этом знали полгода назад, если не больше. И эти ожидания в цену уже заложены. То есть, цена в 28 долларов США за баррель, она как раз в себе содержит ожидание, что Иран выйдет на рынок. Это не так, что 28 само по себе, а сейчас в понедельник Иран выйдет на рынок, цена в 25. Нет. Этот риск, это опасение уже заложено в цену. То есть, цена на нефть снижается еще за долго? Конечно. Есть же простое трейдерское правило, покупай на слухах, продавай на фактах. И наоборот, какой рынок. То есть, вы считаете, что эта новость про снятие санкций на Иран, она уже не влияет на цену на нефть? Еще раз, она заложена в ценах в значительной степени. И если какой-то эффект, скачок же был вниз, обвал бирж, когда только ЕС и США приняли решение, буквально сутки. Раз, нефть просил. Это психологический такой шок легкий. И, конечно, игра спекулянтов. На следующий день немножечко отыграли, наверх. То есть, таких больших оснований для этого нет. Во-вторых, есть такая простая вещь, когда тебя 18 лет держат в ежовых рукавицах, я имею в виду Иран, под санкциями, с замороженными авуарами, там по разным оценкам от 50 до 100 миллиардов долларов США. В зарубежных банках. То, конечно, твоя инфраструктура приходит не в лучшее состояние. И полагать, что Иран сейчас в одночасье или в течение месяца завалит европейский рынок дешевой нефтью, и будет диппинговать, мне кажется, это преувеличенная опасность. Для начала им надо восстановить свою инфраструктуру. Те же самые трубопроводы. В долгосрочной перспективе такое возможно. Ну, да, да. Конечно, Иран пойдет. Но посмотрим, у нас же ведь, по-моему, на апрель все-таки согласились страны ОПЕК провести экстренное заседание. И, возможно, саудидам сейчас уже тоже не очень легко. У них бездефицитный бюджет при 108, по-моему, или 107 долларов на баррель. То есть, они уже, Саудовская Аравия, попадают в довольно тяжелую ситуацию. Они начинают дербанить свой этот инвестиционный глобальный фонд. Кстати, как и Норвегия, как и некоторые другие страны, производители нефти, вот Катар, и мир которого буквально вчера, по-моему, прибыл с визитом в Москву, с Путиным встречался. Поэтому предпосылки для падения, дальнейшие предпосылки, мне кажется, уже исчерпаны в основном. То есть, мы уже тут лежим. А вот предпосылок, накапливающихся таких тенденций, небольших по камешку, по крошечке, по зернышку, для того, чтобы цены все-таки начали подрастать, их, мне кажется, становится больше. Я в этом смысле оптимист, может быть, или неинформированный пессимист. Или, как говорили, да, оптимист, пессимист. Давайте узнаем, являются ли вы оптимистами и пессимистами пользователи нашей группы ВКонтакте. Мы сегодня спрашивали как раз по этой теме. Напомню, вопрос у нас сегодня звучит так. Когда цены на нефть станут лучше, выше? И три варианта ответа. В ближайшие месяцы значительного роста не будет несколько лет, и мне это неинтересно. И 55% проголосовавших считают, что значительного роста не будет несколько лет. То есть, они не видят никаких предпосылок для изменения цен значительно существенно. Вообще, можно прокомментировать это? Да, конечно, мне бы хотелось узнать, как бы вы проголосовали и комментарии, почему так голосуют наши пользователи? Я бы воздержался, честно говоря, от комментариев, потому что вы уже об этом говорили. Просто это гадание на кофейной гуче, тяжело представить, что там будет. Можно с большей или меньшей долей вероятности говорить. Но да, я уже сказал, что предпосылок для роста вроде бы сейчас складывается побольше, чем для дальнейшего падения. А если, опять же, исключить, вывести за скобки политическую составляющую, международную обстановку, обострение или потепление отношений между актерами, меня-то больше всего интересует, кто эти люди, которые говорят, что их не интересуют цены на нефть. Я подозреваю, что это и есть как раз путинское большинство или ядро путинского большинства. Ведь когда вот это все начало рушиться, мы с вами активно это обсуждаем, это обсуждается в других СМИ повсеместно, все. Но это такой информационный фонд создается. И иногда выпускается из виду, что на самом деле вот эта вещь, она так сильно волнует, так называемый средний класс, который стремительно сокращается. Потому что он первый, кто пострадал от этой разницы курсовой, о том, что доллар выскочил. Те, кто привыкли к потреблению достаточно, скажем так, высококачественных продуктов. Но те, у кого были деньги, они начали их терять, а как раз более низшие свои. А вот те люди, которые в значительной степени относятся к социально незащищенным слоям, жители малых городов, я уж не говорю о поселках, они ведь в меньшей степени заметили. Они говорят, ну у меня картошка, масло, молоко, оно и так на столе было, оно и сейчас есть. Я за рубеж не езжу, я айфоны не покупаю. Ну, то есть потребительское поведение совершенно другое. И как это ни парадоксально, вот тут, когда говорят, что у Путина там надутый рейтинг. Да ничего, он не надутый. А значительная часть населения, если сказать подавляющее большинство, вот оно живет вне этих терзаний. Для них там, что там импортозамещение, какое импортозамещение. Они как питались, примерно, так и питаются. Со своего огорода, с ближайшего магазинчика, там дешевый какой-нибудь сети, да. Мы знаем с вами дискаунтеры сети. И все, и все. А шум, в некоторой степени уже такой довольно на грани истеричности, идет вот от нас с вами, от представителей так называемого среднего класса, по которым действительно вот этот вот ценовой шок по нефти и скачки доллара относительно рубля, конечно, затронули, коснулись. И это плохо. Но если дело пойдет так дальше, и мы, я имею в виду в данном случае, мы не только мы с вами и население в целом, но и правительство будем крутиться вокруг вот этой вот бочки с нефтью и охать и ахать, и делать прогнозы и не делать больше ничего, то да, начнется реальная безработица, она уже сейчас потихонечку растет, начнется падение, вернее продолжится падение жизненного уровня населения, но уже более жесткими, более высокими темпами. И тогда, я не знаю, тогда всем будет не очень хорошо. Как раз о том, что будет, хотели поговорить. Как раз у нас представитель госсовета Фарид Мухаммедович заявил, что возможно ситуация к сентябрю значительно ухудшится и возможно бюджет республики придется корректировать, как это уже происходит с федеральным бюджетом. Вот ваше мнение по этому поводу, что будет происходить. Ну вот, посмотрите, мы с вами хорошо знаем, да, я надеюсь, Фарид Харилович Мухаммедшин, там в течение 20, по-моему, лет уже возглавляющего парламента Татарстана, и мы знаем, что он человек дипломатичный, я бы сказал, очень дипломатичный. И когда такой человек, да, вот такой осторожный дипломат, привыкший из комсомольских своих времен там вселять уверенность, да, в аудитории, перед которой он выступает, когда такой человек говорит, что обострится ситуация к сентябрю, и мы же еще должны иметь в виду, что это как раз месяц выборов в Государственную Думу Российской Федерации, да, но это о многом говорит. Вот при всей своей дипломатичности Мухаммедшин говорит об обострении ситуации к сентябрю. То есть, к этому стоит серьезно прислушаться, тем более, что, в принципе, у нас кризисы как раз август-сентябрь чаще всего в этот период происходят. Я думаю, да, значит, если бы на его месте был человек более резкий, более прямолинейный, ну, или, может быть, менее умный, что зачастую одно и то же, но он мог бы сказать, что, ребята, в сентябре жареный петух, как бы нас ни клюнул основательно. Конечно, мы вынуждены будем сокращать расходную часть бюджетов, начиная с федерального и заканчивая бюджетами муниципальных образований. Другое дело, что у муниципальных образований и так сокращать-то нечего, уже там нищенский бюджет. А республиканский бюджет, да, конечно, будет сокращаться. Здесь вопрос мастерства сокращающих, да, вопрос мастерства тех... Что именно будет сокращаться? Конечно, вопрос мастерства тех финансовых хирургов, которые будут резекцию делать. Где сократить, как сократить, что, где у нас жирок, надо же понять. Ну, да, есть священная корова, социальные расходы, говорят, что мы их не будем трогать, но это тоже отлукаво. У нас при потребительской инфляции по 2015 году на уровне там 28-32% по разным оценкам. Индексировали, например, пенсии всего на 4%. От индексации зарплат во многих отраслях вообще отказались от того, что мы говорим, что мы не трогаем социальные расходы. Тронули мы их уже. Другое дело, что еще придется трогать. А это уже очень опасно. Значит, не трогая дальше социальные расходы, не уменьшая покупательную способность населения, которая, кстати, сказать, опосредованно влияет и на экономику, на производство, на рост производства, точнее. Значит, мы должны сказать, где. Ну, опять мантра, да. Мы сократим уже заявлено. На 10% будет сокращен госаппарат. Сталин сокращал своими методами. После войны Хрущев тоже сокращал. На моей памяти уже, по-моему, 10-е или 20-е сокращение государственного аппарата. То есть инструмент не работает? Так оно заканчивается, каждый раз заканчивается приростом этого самого аппарата. Уж лучше бы не сокращали. Ну, и потом надо иметь в виду, что мы же раздуваем во многом аппараты государственных органов, структур управления, микшируя безработицу. Это же тоже надо понимать, что там может быть треть должностей ни к чему. Но чтобы люди не ходили по биржам труда и по улицам с разными плакатами, мы вот искусственно немножко раздуваем. При этом страдает производительность труда, при этом страдает конкурентоспособность России в целом и отдельных предприятий, организаций во внешнем мире. Но мы вот так понимаем социальное государство. Юрий Пракович, у нас буквально 30 секунд до конца эфира. Хотелось бы еще обсудить такой момент. Буквально. Да, нет. Нефтяные компании Татарстана, многие эксперты считают, что не страдают от снижения нефти. И Татнефть заявляла, что до 25 долларов мы живем спокойно. Я думаю, что они будут спокойно жить и до 15 долларов. Но спокойно в каком смысле? Они не уйдут в минус. Это гарантированно. Даже при такой пороговой цене. Но у них не будет ресурсов для опережающих геологоразведок. Ситуация пока не критична для нас. Пока не критична, но у них не будет средств на перспективу. Для развития. Итак, большое спасибо вам за этот диалог. Надеюсь, ваш оптимизм мы вселили в наших телезрителей. На этом мы с вами попрощаемся. Спасибо. С нашими телезрителями. Это была программа «Главные новости». В студии был Тимур Рага. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова